Всем привет! В наше время дети в очень раннем возрасте начинают пользоваться интернетом и узнают там то, чего в их возрасте знать нежелательно. Их часто ругают за то, что они смотрят бестолковые мультики, играют в плохие игры и тому подобное. Но бывают такие случаи, когда детки, смотря очередную серию мультика, кликают на рекламу и переходят на запрещенные сайты, на которые даже взрослым заходить было бы нежелательно. Да, вы правильно поняли, есть часы бизнес-молодности, лайк-центры и так далее. Но дети, они так устроены, что им все любопытно, и не задумываясь о последствиях, начинают серфить по этим сайтам. О последствиях, скажу я вам, очень и очень печальные. Их потом сложно будет вернуть к нормальному состоянию. Они начинают нести всякую чушь про изменения сознания, про какие-то упаковки, воронки. В общем, им полностью сносит крышу. Вот об одном таком случае я хотела бы сегодня поговорить. Мальчик, о котором сейчас пойдет речь, утверждает, что открыл свою первую компанию в 13 лет. В 13 лет захотел открыть свой бизнес. И открыл. Это ж насколько нужно быть одаренным, чтобы в таком возрасте открыть свою успешную маркетинговую компанию. Этого парня даже на главном телеканале страны показывали. Сейчас ему 15, и его ежемесячный доход составляет 20 тысяч долларов, или чуть больше миллиона рублей. И знаете, что ему помогло стать таким успешным? Правильно, обучение в лайк-центре. Однажды попав на их сайт, он, как и все остальные, повелся на красивую картинку и решил действовать. Взял у родителей денег и пошел к ним на обучение. Как потом развивались события, вы узнаете дальше. Итак, Алексей Голдобин. 15-летний... Как же это сказать? Олег, выручай. Пиздобол, блядь. Меня зовут Голдобин Алексей, мне 15 лет. И оборот моей компании составляет от миллиона до полутора рублей в месяц. Популярность он приобрел после того, как засветился на Первом канале. Его тогда пригласили в качестве главного героя, чтобы он поведал нашей великой стране о своем успешном кейсе. Кстати, я заметила, что практически все молодые инфо-цыгане начинают свою карьеру именно с Первого канала. Начался выпуск с того, что показали персонал и офис его компании. Всем привет! Привет. Привет, Настя. Привет, Настя. Привет, Джинь. Приветствовался. По импятнадцати годам это уже не первый офис, так как команда растет, обороты увеличиваются. В офисе у нас находятся только ключевые сотрудники. Для меня очень важна команда профессионалов. Стас директор по развитию, также мы с ним запускаем другие проекты. Стас, ты красавчик. Красавчик. Николай, Николай project manager. Да, значит, я project manager. Он отвечает за всю техническую реализацию, общение с конечным исполнителем и коммуникация клиента с фрилансером. Просто испанский стыд. Понабирали каких-то актеров и строят из себя бизнесменов. И все это на федеральном канале. Анастасия – менеджер по продажам по телефону. Как холодные звонки, так и обработка входящих заявок. Настя, что у вас по коммерческому предложению? Все готовы. Все готовы. Отправим вечером на почту. Как сказала Леша, основной его бизнес – это маркетинговое агентство. И основной упор в передаче он делает именно на то, что он маркетолог. Основной мой бизнес – это маркетинговое агентство. К этому мы еще обязательно вернемся. Там есть на что посмотреть. Предлагаю послушать, что о нем говорит его мама. Как вы так утром проснулись и узнали, что ваш сын – бизнесмен? Бизнесмен. Она явно не хотела произносить это слово, так как самой же смешно. Ну смешно же. Когда Леша было, наверное, года три, я понимала, что вот он ходит, разговаривает по детскому кубику и что-то продает. То есть я понимаю, что он что-то продает. И такие фразы были. Вы будете брать оптом или в розницу? Оплачивать будете наличкой или по безнау? В три года – это тот период, когда ребенок только начинает говорить связанными предложениями. Этот уже понимал, что такое нау, безнау, что такое оптомы в розницу. Интересный малыш у них был. Эх, знал бы папа, чем занимается его дитя, временя бы сразу парень не отхватил. У этого мальчика есть даже бизнес-партнер. Я хочу твоего партнера представить, Даниил. Здравствуйте всем. Но вы-то человек уже пожилой. Сколько вам лет? Двадцать пять. Я говорю, все, уже старик, конченый. Какой-какой? Конченый. Встречи, да, какое-то время я проводил по большей части сам. Сейчас некоторые встречи провожу также я, там, с ключевыми какими-либо клиентами, да, либо там с какими-то важными клиентами. Да, но по большей части мы работаем так, как по всей России, у нас с ними занимаются менеджеры по продажам. И процентов, наверное, 60-70 даже не знают то, что за менеджерами, за всей командой стоит там… Стоит 15-летний подросток. Да, стоит 15-летний подросток. Ну вот теперь знают. 50-70% – это сколько примерно? Один-два клиента? Маркетинговое агентство у них называется Кит. Я нашла их сайт, но есть одно «но». Он заблокирован за неуплату. Ммм, так это маркетинговое агентство работает без сайта? Интересный подход. При попытке зайти на сайт, перенаправляют на паблик ВКонтакте, на который подписано 37 человек. И это при том, что паблик существует год. Серьезная конторка. Леша, кстати, говорит, что сейчас у них не десятки заказов, а сотни и даже тысячи. Ежемесячно, разумеется. Но с таким-то сайтом и группой, само собой, от клиентов отбоя не будет. Есть даже видео, где Голубин сотрудничает с Кельвин Кляйн. Ему поставили задачу раскрутить новую точку. И на это представительство Кельвин Кляйн выделило его агентству 20 тысяч рублей. Дорогие друзья, меня зовут Анастасия Шибаева, и я являюсь директором магазина Кельвин Кляйн в Перми. Мы приглашаем вас на наше мероприятие, на котором вас ждет скидка на весь ассортимент, приятные подарки при покупке, создание индивидуального весеннего образа со стилистом и невероятно вкусный канди-бар. Правда, я сомневаюсь, что премиальный магазин должен так выглядеть. Интерьерчик, ну, мягко говоря, не очень. Хотя, с другой стороны, это же не Москва. Видимо, представительство Кельвин Кляйн решило не заморачиваться с интерьером. Они, кстати, в паблике агентства публикуют интересные посты. Например, вот такой. Закат инфо-цыган. Наверное, их клиенты именно это хотят видеть при посещении группы маркетингового агентства. Что же касается его бизнес-партнера, то, как оказалось, он работает бригадиром в Пермской строительной компании. Видимо, оттуда и набрали массовку в офис. Могли бы уж посерьезнее к этому делу подойти, как они, как на Первом канале, показывают. В этом выпуске, кстати, был известный ненавистник инфо-цыган Андрей Ковалев. Однако его реакция на этот разводняк выглядела как-то странно. А московский проект у вас есть, заказчики из Москвы? Да, есть несколько заказчиков из Москвы. Я чувствую, что еще одного они нашли, заказчика. Что-то мне подсказывает. Если же посмотреть, на что подписан Алеша, то можно найти очень интересный паблик. Как раз под стать его деятельностью типичный мошенник. Там обсуждаются различные схемы развода, и можно найти такие интересные посты. Преступление – это искусство. В общем, тут явно тяжелый случай. А парню, напомню, всего-то 15 лет. Куда смотрит первый канал, когда приглашает таких миллионеров, мне не понять. У него в подписках также можно встретить и Илью Салтаева, это который 16-летний миллионер из Молдовы, также светившийся на Первом канале. Там у него и паблик Анастасии Руссо, тоже тающая мадам. О ней мы, кстати, как-нибудь поговорим. Сейчас Голодобин катается по России, проводит мастер-классы и бизнес-тренинги под агидой Лайк-центром, который, собственно, он и окончил. А началось все с того, что Аяс пригласил его выступить как кейс. Наша компания занимается продвижением в Инстаграм. То есть, что мы делаем? Мы берем полностью Инстаграм на себя. Я сегодня, мне уже понравилось находиться в такой атмосфере, и поэтому я хочу сделать такое предложение. то, что первые 10, не 10, 20 человек, которые мне напишут в Инстаграме, в ВКонтакте, в Инстаграме, в любой социальной сети получат бесплатный аудит своего аккаунта в Инстаграме. Почему они хлопают? Кто там вообще сидит и чему они радуются? Я не понимаю. Алексей, расскажи, сколько человек в твоей команде и кто на тебя работает. У меня команда есть из 5-6 человек. То есть, это копирайтер, это дизайнер, это человек, который занимается таргетированной рекламой, это я и это фотограф. То есть, мы делаем, полностью упаковываем в Ваш Инстаграм и закрываем все Ваши запросы. Расправьте. Там, видимо, приматы какие-то собрались. Парень им наплел какой-то ерунды в уши, а они радуются. Кстати, после окончания лайк-центра он и создал компанию, как он говорит за ночь, и потом в короткий промежуток времени увеличил ее обороты аж 40 раз. Сейчас же никаким маркетинговым агентством в его аккаунтах и не пахнет. Он почему-то, в весе того, чтобы развивать бизнес, который ему приносит хорошие деньги, увлекся ставками. А если быть точной, вилками. Как и подобает инфо-цыгану, он и курсы сразу организовал по заработку на вилках. И даже вилка-офисы какие-то открыли. Интересно, чем они занимаются в этих офисах? Для того, чтобы ученики не боялись платить за его курсы, а их стоимость начинается от 12 тысяч рублей, он гарантирует возврат с вес, если у кого-то не получилось заработать по его методике. А если же кто-то после обучения захочет работать в его команде, то он бонусом накидывает сверху 200 тысяч для раскрутки счета. Знакомая схема. Эти миллионеры особо не отмечают с оригинальностью. В общем, ничего нового. Ну а что еще можно было ожидать от ученика Аяза? У них у всех типичнейшее мышление, типичные мотивационные посты, каштеги трансформатора, БМ, лайк-центра и вся эта чепуха. Колдобин, кстати, не отрицает, что молодые парни начинают заниматься так называемым бизнесом именно благодаря курсам бизнес-молодости, лайк-центра и им подобным. А первый канал такими передачами только способствует распространению чумы, поскольку основной приток клиентов они получают после появления на ТВ. Вот такое вот у нас телевидение. А на этом все. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии и ставить лайки. До новых встреч!